Девушки отдыхают... В фильме «Разлученные». В главных ролях Кармен Даниэльс, Лилиана Абут. Авторы сценария – Каридат Браво Адамс и Луис Мурено. В фильме также снимались Летисия Пердихон, Хуан Пилайс, Лус Мария Херес, Серхио Рамос и другие. «Cuánto he pasado, y cuánto he buscado, para encontrarte, cuando ya es tarde, que yo te ame y tú te ames, ¿qué más das?» Композитор – Хорхе Эвин Даниэль. Режиссер Клаудио Рэлс. Продюсер Эрнесто Алонсо. Что вы здесь делаете? Я спросил, что вы здесь делаете? Я нахожусь в вашем распоряжении. Кажется, вы еще не в курсе. Я замещаю заболевшего секретаря. Ясно. Мне все равно, кто займет эту должность. Главное, чтобы человек справлялся с работой. Меня тоже интересует только работа, сеньор. Надеюсь, вы справитесь, несмотря на то, что вы крестница Эстебена Агере. Я всего лишь ваша подчиненная. Я не разрешал вам уйти. Что вы хотели? Мне надо составить письма. Записывайте. Вы не представляете, что для меня это значит. Благотворительность в память о твоем сыне – это так трогательно. Мы будем во всем тебе помогать, Валентина. Вот увидишь. В первую очередь, нужно оформить все юридически. Валентина, об этом можешь не беспокоиться. Это я беру на себя. Прекрасно, спасибо. Каждый может вносить свои идеи. Конечно. Да, на следующем собрании мы должны все подготовить к открытию. Я сейчас же поеду в клуб. Вот увидишь, и я найду тебе помощников. Спасибо, дорогая. Перестань. Не надо расстраиваться. Я очень боюсь. А что, если на меня повесят покойника? Не смогут. Ты сама сказала, это инфаркт. Да, но ты же видишь, этот парень, его племянник, обвиняет меня и грозится засадить меня в тюрьму. Ну, знаешь что, тебе надо было убежать. Все равно этот тип уже помер. Какая разница? Ну что ты, какой бы плохой я ни была, я же человек. Да, конечно. Мы не смогли поговорить с Чакирой. Что она теперь переживает, бедняжка? Я не знаю, что можно сделать, но, черт возьми, мы должны ей помочь. Дон Маттиас, конечно, уже поздно, а я ее не заметил. Мне надо бежать на работу. Извините. Не опаздывай, сынок, ты сам говорил. У пожарных строгая дисциплина. Да, доня Ховита. Но никак здесь. У нас начальство доброе. Они входят в положение, когда возникают проблемы. Слушай, а твое начальство не может нам помочь в этом деле? Случай с Чакирой, это не пожар. Нет, нет, неплохая мысль. Я поговорю с шефом, он очень хороший человек. Твой командир? Да. Он обязательно мне что-нибудь посоветует, вот увидите. Если мы ничего не сделаем, Чакир может надолго угодить в тюрьму. Это все, вы свободны. Можно я отниму у вас минутку, сеньор? Однажды вы критиковали мои манеры, и вы правы. Но у меня есть объяснение. До недавнего времени у меня было все. Мне не нужно было ни на кого работать. Мой отец, Альфредо Сан-Роман, был миллионером. Я предпочитаю не знать о личных неурядицах подчиненных. Я тоже пережил трудные времена, но я об этом не рассказываю. И я не люблю сочувствия окружающих. Нет, я не этого хотела. Жизнь продолжается. А мертвых надо оставить в покое. Я сказала, что это не для того, чтобы вызвать вашу жалость, сеньор. Скорее, я попробовала вам объяснить, что иногда я забываю о том, что потеряла. Отец разорился и все потерял. Даже дом, где я родилась. Но хуже всего, что он потерял жизнь по чьей-то вине. И на совести этого человека все наши несчастья. Если я вам больше не нужна, с вашего позволения. Письма, которые вы должны составить, на английском. Вы знаете английский? Разбираетесь в деловой переписке? Да, сеньор. Надеюсь, это так. Если вы думаете, что не справитесь... Справлюсь. Я привязалась к Чекири. Она очень хорошая девушка. Я не говорила, что плохая. Но я не могу ей аплодировать. Да, я тоже. Доня Кета, я в курсе. Похоже, все уже знают. В тюрьме. Какой ужас. Да, но я думаю, мы не можем ее бросить. Вы знаете мое мнение, но я разберусь в ситуации. И если смогу помочь, я помогу. Конечно. Вот и хорошо. Лучше не спорить с сеньором Риберой. Просто слушай и молчай. Это единственный способ с ним поладить. Аврора, я поехал на филиал. Мне с вами, сеньор? Нет, это не обязательно. Я вернусь через пару часов. Надеюсь, к этому времени вы уже подадите мне письма на подпись. Вы можете подписать их сейчас. Я уже закончила. Отлично. Когда вернусь? Разрешите доложить, что я нахожусь под арестом за то, что опоздал на службу. Могу я поговорить с вами? Простите, шеф. Обстоятельства были сильнее меня. Видите ли, у моей соседки серьезные неприятности. Один из ее клиентов умер. У него случился приступ. Клиент? Да, да. У Элли Ниты. Или Чакиры, как мы ее называем. Шеф, я никогда вас не обманывал. Вы позвольте мне сесть? Да, садись. Понимаете, Элли Нита может быть с кем угодно, но она честная. Если бы вы знали, как она относится к Мару. Так вот, она была с клиентом, и он умер прямо в отеле. Ясно. Я бы не стал вмешиваться в чужую жизнь, тем более в личную. Каждый сам знает, что ему делать. Да, каждый знает, что ему делать. Так вот, из-за своей честности. Она сообщила в полицию, и сейчас у нее большие неприятности. Поэтому ее арестовали. Что мне делать? Я не могу сидеть сложа руки. Я должен ей помочь. Единственное, что можно сделать, это найти адвоката. Сходите к этому сеньору и скажите, что вы от меня. Теперь, когда моя дни, скажи, что вчера случилось. Мне не нравится эта Виктория. Я заметила. Ну, почему? С тех пор, как она сюда приехала, мой папа только о ней и говорит. И даже встречается с ней. А тебе это неприятно? Да. Мой папа смотрит только на нее. Боишься, что они полюбят друг друга? У моего папы нет невесты. И не будет. Никто не может занять место моей мамы. Хозяина нет? Значит, хозяина нет? Нет, я сказала, он уехал в Европу. Какое невезение. Я пришла, потому что мне нужен адвокат. Устан? Точнее, не мне, а моей подруге. Но это одно и то же. Я решила обратиться к дону Эстебену. Жаль, но, чтобы вы знали, он совсем даже не адвокат. Его скорее можно назвать бизнесменом. Ну, он мог бы мне кого-нибудь порекомендовать. Кто знает. Мой хозяин очень серьезный и не любит лезть в чужие дела. Наверное, он прав. Да. Но почему мне не может помочь юридический отдел? Взгляните на мое удостоверение. Я уже много лет являюсь членом профсоюза. Да, вы почетный член. Да. Но ведь проблемы не у вас. Это моя племянница. Кто-нибудь должен помогать родственникам? Сделаем вот что. Поговорите с адвокатом лично. Хотя я не думаю, что он вам поможет. Нет, уж лучше я поговорю с генеральным секретарем. Он меня примет. Надыша попала в тюрьму. Я боюсь, а вдруг твой отец узнает. Он вполне может уехать из пансиона. Нет, боже упаси. Ты все еще мечтаешь о Луисе? Мама. Чего ты стесняешься? Это твое право, чтобы не говорил твой отец. И потом мы все знаем, что Луис очень хороший человек. Вот и сейчас, скорее всего, он найдет способ, как помочь Чекире. И я тоже хочу ей помочь. Даже если папа рассердится. Лучше ему не знать об этом. Можно? Добрый вечер. Как дела? Сеньора Сара сказала, что адвоката нет в Мехико. А как у тебя? Нам помогут в профсоюзе актеров? Нет. Мне сказали, что они помогают только прямым родственникам. Дети или родителям? Я сказал, что Чекира моя племянница. Но я не могу доказать родство. Вот невезение, бедная девушка. Жизнь тяжела. Мне ли этого не знать? Господи. О чем ты говоришь? Извини. Помнишь, его, который я играла в фильме? Со мной случилось то же самое, что с Чекирой. Нет, нет. Ну да, я вспомнил этот фильм. Героиню звали Нинон Сивилия. Это была горничная, которая нашла труп. У тебя там даже текста не было. Послушай, не смейся. Привет. Ну что? Адвокат Гарсиэ Диего. Очень приятно. Слава. Очень приятно, сеньор. Мой шеф его порекомендовал. Он очень известный адвокат. Прошу. Как я рада. Все вышло очень хорошо. Они согласны. Валентина, я с большим удовольствием вложу в это дело крупную сумму. Нет, нет, спасибо. Я уже говорила, финансировать фонд будет Андрес. Хорошо. Можно тебя спросить, кому принадлежит идея организовать фонд? Андресу. Мне следовало догадаться. Что ты хочешь этим сказать? Все просто, Валентина. Твой муж хочет тебя занять делами, в которых он, разумеется, не будет участвовать. Он лишь заплатит. Но зато ему удастся держать тебя на расстоянии. У меня весь день не было времени. Ну а как у тебя с шефом? С ним нелегко. Уж я-то знаю. Не важно. Я докажу ему, на что я способна. Это ненадолго, пока не поправится помощница Авроры. Для меня это хороший шанс узнать поближе твоего шефа. Нашего шефа. Если дел больше нет, я пойду. Подожди, я с тобой. Хорошо. Пойдем. Тебе куда? Подожди. Офисиньора Эстабанагире? Да. Сию минуту. Кто? Сейчас. Кто там? Сеньор Ривера. Иди. Что? Он сумасшедший? Я уже уходила домой. Для него не существует расписания. Не подойдите. Пойдемте, пожалуйста. Я не знаю, что сказать. Это так страшно, Луис. Меня посадят. Леонид, а мы этого не допустим. Правда, сеньор? Не волнуйтесь, я позвоню в министерство юстиции. Хорошо. Я вас догоню. Большое спасибо. Не подходите, пожалуйста. Спасибо, Луис. Если кого и надо благодарить, так это моего шефа. Он рекомендовал мне этого адвоката. Да, здравствует пожарная охрана. А если они потребуют за меня залог? Что тогда? Мы что-нибудь придумаем, Леонид. Если так, то мы соберем деньги в пансионе. Там все тебя любят и все захотят тебе помочь. А если нет, я еще раз побеспокою своего шефа. Попрошу у него в долг. Он поможет обязательно. Мне так стыдно. Так неудобно. Не плачь, Леонид. Извините, можно сеньора Роберто Кальдерона? Это вы? Говорит Альма, дочь сеньора Сантоса. Какой приятный сюрприз, Альмита. Я хотела попросить вас об одолжении. Надеюсь, я вам не помешала? Конечно, нет. Но мы же договорились, перейдем на ты. Ну и что это за просьба? Дело в том, что одна девушка, которая живет в пансионе, попала в беду. Ее арестовали, но она не виновата. Пожалуйста, только мой папа не должен знать о том, что я вас прошу. Я не обязан ему докладывать. Скажи, Альмита, какова ситуация у этой девушки? Есть официальное обвинение? Я не знаю всех деталей. Приеду домой и все узнаю. Я перезвоню вам. Я буду ждать. И помни, я с удовольствием сделаю все, о чем ты попросишь. Буду ждать. Я жду. Спасибо. Пока. Тони, ты никуда не уходишь. Пока нет, а что? Мы решили собраться у Лауры. Мы немного пошумим, но не во дворе же нам собираться. Документы нужны вам сейчас? Нет, уже поздно. Завтра с утра. Хорошо. Прибавьте к ним те, что в этой папке занесите в компьютер. Тоже завтра утром. Договорились? Да, сеньор. Нет, не эти, другие, на бланке. Что вы наделали? Как можно быть такой неуклюжей? Это лишнее. Оставьте. Вы порежетесь. А то вы мне здесь все побьете. Извините, я не хотела. Уходите, пока я не вышел из себя. Стойте. Папку. Речь идет о том, что всем нам дорого о нашем пансионе. Не только о здании, но и о нас, тех, кто здесь живет. У Элли Ниты, у Чакиры большие проблемы. А нам какое до этого дело? Пожалуйста, дон Абель. Нам есть дело. Это наша соседка. Она хорошая девушка. Ее арестовали. Она не виновата. Нельзя допустить, чтобы ее посадили в тюрьму. Нет, конечно, нет. Почему ее арестовали? Вы мне ничего не говорили, дон Никета? Вот поэтому мы и собрались здесь. Надо собрать денег для залога. Но что она сделала, раз ее арестовали? Лолита. Произошло несчастье. Человек умер от инфаркта. Этот мужчина был с Чакирой. Только этого не хватало. Чтобы я давал денег для такой женщины. Надо выгнать ее из пенсиона. И дело с концом. Выгнать. Как это выгнать? Скорее вы отсюда уедете. Какое право вы имеете так говорить? Какое право вы имеете бросать в нее камень? Или вы сами пример для подражания? А кто вы такой? Кто? Я человек. С такими же чувствами, как и Чакиро. Тони, пожалуйста. Дон Абель, если бы у вас были проблемы, мы бы тоже собрались и переживали за вас. Нет, нет, я не стану сдавать деньги на такое ничтожество. Речь идет о понимании и сочувствии. Но главное, о человечности. Как видно, у вас ее нет. Тебе тоже нет. Я все про тебя знаю. Никаких драк. Пожалуйста, дон Абель. Сейчас нас должно волновать только одно, как вытащить Чакиро из тюрьмы. У нас уже есть адвокат. Которого нашел Луис, чтобы вы знали. Да не втягивайте вы меня в свои проблемы. Уходите. Мне очень стыдно, Луис. Но у меня нет денег. И я не могу. Не беспокойтесь, пожалуйста. Это не обязательно. Не беспокойтесь. У старика, наверное, есть. Пожалуйста. Забудем о Доне Абеле. Он того не стоит. Тони. Каждый имеет право на собственное мнение. Да, Никита, давайте посчитаем. Да. Посмотрим. Да, Луис, посмотри. Послушайте. Мануэль! Один вопрос. Вот вы согласны отдать денег, чтобы вытащить Чакиро из тюрьмы? Что? Все жильцы собирают деньги для залога. Даже ваша дочь, Альма. Росарио! Привет, малышка. Как дела? Уже поздно. Почему ты не спишь? Твой папа на службе? Васьби. Что случилось? Они мне не нужны. Но почему? Мару, подожди. Мне не нравятся эти куклы. Объясни мне. И ты мне тоже не нравишься. Наконец-то. Извини. У меня было срочное дело. А я решила, что ты больше не будешь уделять делам столько времени. К чему этот разговор, Валентина? Все же ясно. Твоя работа снова нас разделяет. Сегодня у меня был трудный день. И я не в настроении. Ужин уже давно готов. Я не голоден. Я не хочу ужинать. И тем более спорить. Понятно. Мне не следует тебя беспокоить. Не следует возражать. Ты нашел, чем меня занять? Созданием фонда. Господи. Я не понимаю поступка Мару, няня. Она не только вернула мне кукол, но и сказала, что я ей не нравлюсь. Дочка, не расстраивайся. Наверное, она их тебе вернула, потому что я сказала, что ты их очень любила в детстве, и что тебе их подарила мама. А поскольку ее мама тоже умерла... Нет, мама, дело не в этом. Ты что, не слышала, Викторию? Девочка ее не любит. Ну, что я сделала? Я правда не знаю, в чем я виновата. Дело не в тебе, а в Луисе. Какое отношение к этому имеет Луис? Самое прямое. Почему? Мару поняла чувства своего отца. Вот и все. Луис, пожалуйста, не преувеличивай. Луис мне очень нравится, он отличный парень, красивый, и все. Лолита говорит о том, что чувствует он, а не ты. Знаешь, как он на тебя смотрит? Это потому, что ты ему нравишься. Да, конечно. Бедная девочка ревнует, поэтому она так со мной разговаривала. Будет еще хуже. У нее непростой характер. Она очень любит отца. Да, только этого мне не хватало. А что случилось? У меня были проблемы с сеньором Андресом Риверой. Опять. Что теперь случилось, дочка? Только не ругайте меня. Этот человек псих. Он возомнил себя хозяином мира. Он невыносим. Ты уже это поняла? Конечно. Виктория, ты ведь не обвиняла его в гибели своего отца? Конечно, нет. Просто я была в его кабинете, потому что заменяю одну из его секретарш. Ты в офисе хозяина? Хозяина. Ты так говоришь, будто он... Да, я работаю, Лолита. Тони вел себя замечательно. Все, что не сделает Тони, тебе нравится. Разве не здорово, что он поставил на место Дона Абеля? Честно говоря, мне этот сеньор никогда не нравился. Мне даже голос его противен. А теперь все узнали, что он скуп. А вот ты... Довольно. Перестань вздыхать. Кофе остынет. Почему бы тебе не отдохнуть? Надень лучше пижаму и перестань думать об этом сеньоре Ривере. Няня. Ты не знаешь, как я скучаю о маме. И о папе тоже. Я с тобой, моя девочка. Мы тебя очень любим. Не изводи себя, дочка. Мару. Дочка, я прекрасно знаю, что ты не спишь. Пожалуйста, послушай меня. Честой. Да. Слушаешь? Посиди со мной немного. Пожалуйста, дочка. Я хочу спать, правда, очень хочу. Ты будешь спать, но сначала мы должны поговорить. Что случилось? Ты никогда не была такой капризной. Что с тобой? Ничего. Как это ничего? Ну-ка, повернись, дочка. Пожалуйста. Что с тобой? Мне не нравится, Виктория. Что? Я не хочу, чтобы ты приводил её в гости. Не хочу, чтобы на неё так смотрел. Я её не люблю. Но ты ей очень нравишься. Она подарила тебе своих кукол. Я их вернула. Дочка, что с тобой происходит? Мария Евгения. Дочка, ложись спать. Маро, пожалуйста, ложись и спи. Маро. Надеюсь, я вам ясно всё объяснил, бездельницы. Вы не дадите ни одного сентава на эту особу. Ни одного. Поняли? Да, Мнель. Поняли. А ты учти, я не вытащил тебя за волосы с этого собрания, чтобы не устраивать скандалы. Я порядочный человек. Да, папа. Да, папа. Какая же ты дура. Вы бесполезные болтушки. Мне не терпится уехать отсюда. Уехать и не возвращаться. Бог мой, я давно ждала этого скандала. Он не должен знать, что я позвонила адвокату, чтобы помочь Чикири. Адвокату Кальдерону? Который недавно был у нас в гостях? Да. Но я попросила, чтобы он ему не говорил. Хорошо, что Луис уже нашёл адвоката. Да. Ты же видишь, мы ничем не можем помочь Чикири. Мне не нравится, Виктория. Я не хочу, чтобы ты водил её в гости. Я не хочу, чтобы ты на неё так смотрел. Я не люблю её. Не люблю. Не люблю. Не люблю. Не люблю. Что мне делать, Алисия? Марон не согласится на то, чтобы со мной была другая женщина. Я предпочитаю жить в Мехико. Поэтому мы закрыли нашу квартиру в Мадриде. Моя жена не выносит летнюю жару. Мой муж со мной согласен. Такого города, как Мехико, больше нет. Да. Стоп. Остановитесь, пожалуйста. Всё, внимание сюда. Вы говорите очень громко. Даже актёров не слышно. Извините, поскольку мы работали в театре, то привыкли говорить громко. И тем не менее, учтите, это телевидение, а вы не актёры, вы массовка. А массовка должна только жестикулировать, а не разговаривать. Всем понятно? Мы будем говорить тише, Синьёв. Мы поняли. Извините. И поправьте волосы, они у вас торчат. Записываем. Выходите. Незаметно, что это парик, да? Помните, жестикулировать, не разговаривать, молчите. Кажется, режиссёра зовут Гера, и он зануда. Какое унижение. Готово? Заставку. Дайте заставку. Сериал «Туман», 29-я серия, 18-я сцена. Пять. Четыре. Три. Всё? Два. Два. Три. 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Руберто, большое спасибо за заботу, но проблема, из-за которой я вам звонила, уже разрешилась Чёрт возьми, я так хотел тебе помочь Спасибо ещё раз, но наш сосед уже нашёл адвоката, который нам поможет В любом случае, помни, что я всегда к твоим услугам, Альмита, всё, что тебе потребуется Ты очень любезен У меня всё До встречи Постой, не вешай трубку Как быстро ты хочешь от меня отделаться, даже обидно Выпьешь со мной кофе? Честно говоря, я не знаю, наверное, нет Не знаю Я тебе так не нравлюсь? Нет, нет, дело не в этом Просто, видишь ли, я никуда не хожу без спроса и не знаю, позволит ли мне папа Вот такие девушки мне нравятся, как в старые времена Не беспокойся, Альмита Я позвоню твоему папе Уверен, он нам разрешит Чекирита 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 Дуня Кита Успокойся Всё позади Тише, тише, дочка Тише Тише Пожалуйста, заходи Заходи в дом Чекира Перестань Дуня Кита Успокойся, девочка Сеньор Ривера Если я и осмелилась вам написать, то только потому, что вы никому не позволяете говорить И хотя как хозяин вы имеете на это право, я тоже считаю себя вправе сказать, что вы не заслуженно меня отчитали Думаю, что я не подхожу для работы в вашем офисе, поэтому я прошу разрешения вернуться в офис Эстебана Агиры С уважением Виктория Сан-Роман Пусть немедленно придет Виктория Сан-Роман В это прекрасное утро я чувствую себя на небесах Бенни, я летаю Лучше тебе опуститься пониже и приземлиться Если бы ты знал, почему я такой счастливый Я приглашаю тебя ужинать Не надо быть волшебником, чтобы понять, что с тобой происходит Я уверен, ты признался Виктории Нет, минутку Сказать, что признался, это слишком, но я сказал ей, что она мне нравится И что она ответила? На самом деле ничего Потому что она торопилась Наверное, она села в автобус, чтобы не отвечать Не выдумывай, Бенни Она улыбнулась У нее потрясающие глаза И мы договорились встретиться вечером Я настроен оптимистически Она согласится со мной встречаться, я уверен Ну и что? Это не значит, что она в тебя влюблена Хватит К тому же в твоем пансионе одни старухи Старухи, надо же Хорошо, я не знаю, что она скажет Но я решительно настроен добиваться ее Это та женщина, которую я ждал И я ее не отпущу Ни за что Садитесь Что это значит? Там все написано Вы знаете, что значит отказаться от работы со мной? Да Это все, что вы можете сказать? Вы позволите говорить откровенно? Вы хотите еще что-нибудь добавить? Я хочу сказать только одно Что? Сеньор Рибера, мне очень нужна работа Но я не желаю платить за нее такую высокую цену Какую цену? Мое достоинство Фильм озвучен телекомпанией ТВЦ Время Фильм Фильм Ф do Jahr